Сегодняшняя наша тема — это операции и операторы языка программирования C++. Мы сегодня познакомимся отдельно, что такое операция языка, где они применяются, как они записываются, и что такое операторы языка C++, и что такое инструкция оператора. Довольно часто при решении практических задач нам приходится составлять арифметические или логические выражения, находить значение этих выражений. Для этих целей используют операции языка C++. Любого другого языка для нас это будет C++. В таблице вы видите все операции языка. Они разделены на группы, расположены в порядке убывания приоритета операции. Самостоятельно посмотреть эти операции, попытаться понять. Некоторые операции мы сейчас с вами на лекции разберем подробно. Часть операции мы будем рассматривать по мере изучения нашего курса. Что вы точно сейчас знаете? Вы точно знаете такие операции, как сложение-вычитание, умножение-деление, равно-неравно, взятие в скобки, логическое умножение, энд, логическое сложение, или, ну, оператор присваивания, операцию присваивания. Но с остальными познакомимся позже. Одна из основных операций, довольно часто используемая в языке, это операции инкремента и декремента. Инкремент — это два плюса. Эта операция увеличивает значение на единицу. Декремент — это два минуса. Они уменьшают значение операнта на единицу. Операции инкремента и декремента могут записываться как перед своим оперантом. Это префиксная форма перед оперантом. Это вот сначала они пишутся, потом оперант. И после операнта. После вот оперант, потом декремента. Это постсиксная форма операции. Чем же они отличаются? При префиксной форме записи оперант сначала инкрементируется или декрементируется, а затем его новое значение участвует в дальнейшем вычислении выражения. При постсиксной форме оперант инкрементируется или декрементируется лишь после того, как его старое значение участвует в вычислении выражения. Таким образом, результатом операции инкремента и декремента является либо новое, либо старое значение операнта. Например, пусть изначально наше i будет равно 3, а g тоже будет равно 3. Здесь n присвоит значение i++, что означает. И у нас было 3. n станет 3e, вот у меня в скобках ответы, и станет плюс-плюс. То есть то, что было, плюс 1, было 3, станет 4. Следующий пример. Здесь мы используем два разных формы записанных декремента уже, префиксную форму и поспиксную. Что я делаю? Он сначала изменяет значение i, так как это префиксная форма. i было 4, минус 1 станет 3. Теперь эту тройку он будет использовать, он это компилятор, вычисление вот этого значения. 3 умножить на 3 будет 9, 9 присвоит значению n. n станет 9. И последним шагом он изменит значение i на минус 1. 3, минус 1, 2. Еще разок разберем. i у нас остается 2. Теперь префиксная форма. i станет 1. 1 умножить на 1, это 1 и n1. i после этого будет меняться. i плюс 1, это будет 2. Дальше. префиксная форма декремента. i было 2 станет 1. Опять префиксная форма. i было 1 станет 2. а умножить 2 на 2 будет 4, то есть n4 и осталось 2. а умножить на 1, то есть n4. И вот этот столбец операции попробуйте разобрать самостоятельно. в скобках вам ответы даны, как подсказка. Следующая операция выделяет операции арифметические, то есть операции, которую мы используем при составлении арифметических выражений. Это операции умножения, деления, целочисленное деление, остаток от целочисленного деления, операция сложения, вычитания. Целочисленное деление, если у нас аргументы целые числа, если аргументы вещественные числа, то деление будет не целочисленное. Логические операции. Операция отрицания. Операция логического умножения и операция логического сложения или операция сравнения равно и операция сравнения неравно. Ну и есть операции «больше», «меньше», «больше», «равно», «меньше», «равно» с ними мы также будем изучать поподробнее позже. Size of – это операция, которая вычисляет размер в байтах переменной или типа. Операция приведения типов. Новый тип в скобочках обязательно. И дальше выражение. Например, если n было целым числом, я поставлю long int, то n будет не просто целым числом, а длинным целым числом. Если n, например, было целым числом, а я сюда поставлю float, то теперь n будет не целым числом, а вещественным числом. При преобразовании типов надо помнить, что при преобразовании между знаковыми и беззнаковыми значениями и при преобразовании от типа с большей размерностью к типу с меньшей размерностью могут возникнуть ошибки. Более безопасным способом преобразования типов является использование операций static-cast, dynamic-cast, read-interpreted-cast и const-cast. Еще все есть одна операция, она единственная тернарная операция, это условная операция. Тернарная – это когда у нас три операнды участвуют. Она имеет следующий синтезис. Оперант первый, вопросительный знак, оперант второй, двоеточие, оперант третий. Как он работает? Если оперант один имеет ненулевое значение, то есть если это истина, тогда выполняется оперант два. И результатом условной операции будет значение операнта два. Если оперант один равен нолю, то вычисляется оперант три. Результатом значения будет оперант три. В любом случае будет вычисляться только один из оперантов. Либо один, либо два, либо три. Следующая группа операторов – это операторы присваивания. Причем все различают простое присваивание и составное присваивание. Простое присваивание, самый простой пример. А присвоит значение 5. То есть А теперь будет иметь значение 5. Тоже простым присваиванием считается, просто идет цепочка присваивания. Идет справа налево. Итак, С присваивается значение 0. Б присвоит значение С. А так как С 0, то Б тоже будет 0. А присвоит значение Б. А Б у нас стало 0, значит А тоже будет 0. Таким образом, вот этой командой мы всем трем переменам А, Б, С присвоили значение 0. Составное присваивание. Составное присваивание имеет вид, например, n плюс равно 5. Таблица, если внимательно посмотрите, там не только операция сложения, может быть, операция умножения, операция деления, вычитания, сдвигов. Что означает эта операция? Эта операция эквивалентна оператору n равно n плюс 5. То есть мы пятерку складываем с тем значением n, что было, и результат обратно записываем в n. Например, если n было 3, значит я 5 прибавлю с тройкой, будет 8, и 8 запишу в n. И n у меня станет после этого 8. Операция последовательного вычисления, это запятая, обычно используется для вычисления нескольких выражений в ситуациях, где по синтаксису допускается только одно выражение. Однако запятая, которая используется как разделитель в параметрах функции, не является операцией последовательного вычисления. Порядок вычисления под выражение, внутри выражения, неопределен. В частности, не стоит предполагать, что выражения вычисляются слева направо. Что это означает? Выражения, когда даются большие, они вычисляются сначала то, что в скобках, потом вычисляются значения функций, потом вычисляются операции типа умножения. Это операция умножить, разделить, остаток от деления. Это операция логического умножения. И в последнюю очередь выполняется операция типа сложения. То есть сложить, вычесть, логическое или, или логическое сложение называют. С логическими операциями мы познакомимся чуть-чуть позже, а с математическими операциями, ну как и в математике, приоритет умножения и деления выше, чем приоритет вычитания их сложения. Операторы. Операторы управляют процессом выполнения программы. То есть операторы позволяют нам реализовать алгоритм решения нашей задачи. Операторы делят на простые и составные. Составной оператор, он заключается в фигурные скобки, чтобы компилятор понимал, где начало оператора, где конец оператора. Простые операторы, они заканчиваются точкой за фиктой. Простой оператор, одним из простых операторов является пустой оператор. То есть оператор, который ничего не будет делать. Он состоит из точки за фиктой. Но оператор этот иногда нужен в том месте программы, когда вот вы думаете, что что-то должно там посчитаться, но считать нечего. Просто для наглядности, для синтеза составится пустой оператор. Составной оператор состоит в последовательном выполнении содержащихся в нем операторов. За исключением тех случаев, когда какой-либо оператор явно передает управление в другое место программы. Оператор обработки исключения. Оператор Трайк. Это оператор нам необходим, когда мы хотим поймать ошибку. Например, вы пытаетесь найти частное двух чисел, то есть разделить одно число на другое. И если второе число вдруг оказывается равным нулю, у вас может возникнуть ошибка, и компилятор вылетит из программы, компилятор даст ошибку, то есть сбой программы выйдет. Чтобы этого сбоя не было, можно эти ошибки обрабатывать заранее, составлять исключения. Одним из часто используемых операторов языка является условный оператор. Условный оператор необходим для реализации разъясняющегося алгоритма. То есть это оператор условия «Если». Он бывает двух форм. Полный и неполный форм. Полная форма. И в условии, обязательно пишется в скобках, оператор, точка запятой, иначе оператор 2. То есть как работает? Если условие истина, то выполняется вот эта группа операторов. Иначе выполняется вот эта группа. То есть иначе это, если условие не выполняется. Например, тот же пример, я хочу А разделить на Б. Если Б равно 0, обратите внимание, равно это 2 знака равенства, то вывести сообщение. Делить на 0 нельзя. То есть ничего не произойдет, выйдет лишь ответ сообщения. Иначе, если Б не 0, то я А разделю на Б, полученный ответ присвою С и выведу сообщение С равно, и вот результат деления, которое я получила. Тут следует обратить внимание на такую форму записи действия. Смотрим. Оператор 1, вот в этой группе, если Б 0, он единственный, это оператор вывода, сиаут. Поэтому я его пишу, не заключая фигурные скобки. Могу поставить фигурную скобку, это ошибка не будет. Любая лишняя скобка, ошибка не будет. Но по смыслу, она нет необходимости использовать. А вот иначе здесь два оператора. Оператор деления и оператор вывода ответа. Так как эти два оператора сработают только в том случае, когда Б не 0, поэтому я их заключила в фигурные скобки. И компилятор их будет рассматривать как единое целое. Условный оператор можно использовать внутри условного оператора. И вот это включение может быть сколь угодно большим. Например, если Б больше нуля, истина, то есть Б положительная. Дальше проверяю, если С отрицательная или равная нулю. Вот если это выполняется, потом вот это выполнится, тогда я говорю, нужно минус 1 умножить с С, полученный результат сложить с В, и все, что я получу, присвоить А. Вывести ответ А равное и значение А. Иначе, вот это иначе будет относиться к внутреннему их, вот сюда, я их специально оберила вот так, пробелами. иначе А присвоить значение В, то есть это будет некоторое положительное число, вывести на экран А равное значение А, перейти на новую строчку, с новой строки вывести С равное и значение С. Вот здесь забыла закрыть фигурную скобку, обратите внимание, пожалуйста, здесь должна закрыть фигурную скобку. У нас здесь один оператор, второй оператор, они относятся к if. Здесь один оператор, второй оператор относится к else, а эта else относится к if. else ся отрешения нет, а вот уже вот эта else относится к этому if. То есть если B не положительно, а отрицательно, он просто выведет текст, решение нет. Неполная форма также записывается, как и полная форма, единственное, что у него нет участия else. Если условие истинно, выполнится оператор. Если один оператор, то без фигурных скобок можно записывать, если несколько операторов, то обязательно заключаем фигурную скобку. Например, если B положительное, больше нуля, вывести, текст число положительное. довольно часто приходится использовать выбирательное значение не из нескольких выборов, а когда много альтернатив, много путей выбора. Тогда удобнее использовать не if, чтобы много вложений не было, if, 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 а лучше использовать переключатель switch. Вычисление оператора-переключателя начинается с вычисления вот этого выражения. Дальше, после того, как я нашла это значение выражения, он проверяет, выбирает, равно тому, что я нашла. Если да, то выполняет операторы и выходит из switch. Если вдруг не равно, он проверяет следующее значение, выполняет, выходит и так далее. Если ни одно из этих значений не равно, то дефалт выполняются те операторы, которые, я предполагаю, после слова иначе, по-другому. Это полная форма оператора. Если вы видите, последнюю команду взяли в квадратной скобке, квадратная скобка в литературе означает, что эта часть команды может быть, а может и не быть. Вот если форма будет полная, то это обязательно будет. Если форма будет не полная, то эту часть можно не писать. Это аналог else в операторе их. Например, мне нужно по номеру месяца вывести его название. Я ввожу номер месяца n. К примеру, ввела 5. И начинает проверять. То, что я ввела. Один – нет. Два – нет. И так далее. Три – нет. Четыре – нет. Пять – да. Тогда вот здесь будет seout, май, и на этой программе остановится. Будет брик, то есть остановить и выйдет. Если же здесь введу, например, 15, он вот так все 12 месяцев проверит и скажет, извини, такого месяца нет. мы часто говорим про оператор ввода-вывода SYN – консоль input и seout – консоль output. На самом деле это не операторы языка, а функции, которые входят в состав стандартной библиотеки. И эту библиотеку мы с вами подключаем и острим. Об этом вы уже знаете. Итак, на сегодня мы с вами познакомились с основными операциями языка, операторами выбора переключателя и условного оператора полной и неполной формы. С операторами цикла мы с вами познакомимся на следующем занятии. Вопросы для закрепления на экране, на которые нужно ответить и список рекомендуемой литературы. Закреплять наши знания по этой теме мы с вами будем на практических и лабораторных занятиях. литературы. Продолжение следует... литературы.